Сегодня я отвечаю на вопрос Ирины Казанцевой. Здравствуйте, Наташа! Как правильно и эффективно работать с вашими языковыми решебниками? Я поняла из вашего видеоответа «Система занятий английским языком», что нужно повторять один сценарий десятки раз в течение недели. Но тогда я смогу продвинуться за месяц всего лишь на пару страниц. Верно ли это? Ирина, спасибо за интересный вопрос. Я думаю, он поможет многим понять, как необходимо заниматься английским языком самостоятельно. В данном случае мы в качестве примера берем самоучитель английского языка, языковые решебники, что сказать, как поступить. Для тех из вас, кто с ними еще не знаком, я их сейчас покажу. Ой, они тяжелые. Вот это вот пять книг. На самом деле их шесть, потому что в одной два тома и 18 аудиодисков. Итак, как с ними лучше заниматься? Ну, помимо того, что я посвятила несколько видео, порядка пяти или шести, тому, как конкретно заниматься по языковым решебникам, там я объясняю, каким образом, самостоятельно изучая английский язык, можно овладеть всеми навыками, необходимыми для того, чтобы свободно говорить на английском языке. Используем мы самоучитель английского языка. И вообще, большая часть занятий языком проходит самостоятельно. Преподаватель вас только направляет. Большую часть вы должны сделать сами, потому что он не будет сидеть с вами и повторять материал многократно. В одном из видеоответов, это был вебинар, который назывался «Как учить английский во сне», я говорила о эффективной методике, которой я пользуюсь уже много лет. Это занятие перед сном. Я думаю, что Ирина именно об этом спрашивает. Перед сном я рекомендую взять отрывок, например, сценарий из языковых решебников. И его в течение 15-20, может быть, максимум 30 минут проговаривать вслух за хорошим образцом, не ставя себе задачу «я зубрю», мы учим английский язык без зубрюшки. Вы себе говорите, я говорю, так же красиво, как они. И мозг начинает эту информацию перерабатывать во сне. Вы же спрашиваете, как заниматься по решебникам, когда вам необходимо пройти весь материал. Сейчас я покажу для тех, кто еще не видел языковые решебники. Каждый решебник посвящен определенной теме. Я рекомендую языковые решебники проходить по порядку, начиная с первой книги «Телефон в бытовой бизнесе». Дальше у нас идет «Appointments and reservations» – это встречи, записи на прием, заказы, бронирование и так далее. Или я говорю всем по цвету книги. Начинаем с красной, переходим к сиреневой, потом у нас есть зеленая, желтая и трудоустройство, продвижение по службе. Вы за неделю, если вы начинающий студент, проходите одну главу. Вы повторяете фразы за диктором в ту секунду, как он остановился. Вы не разбираете и не говорите, ой, сейчас я посмотрю это слово, что оно значит, здесь все переведено. И грамматику английскую мы, кстати, учим по контексту, естественным образом, так, как учит человек, который родился с этим языком. У меня была забавная история, как-то в студии звукозаписи, когда начитывались профессиональными дикторами, актерами, мои языковые решебники. Мы разбирали самые различные сценарии. Во время перерыва я что-то задумалась и обратилась к одному из дикторов, очень хорошо образованному человеку, профессиональному диктору американского радио. С таким вопросом в какой-то фразе я ему говорю, вот интересно, как было бы здесь лучше сказать, используя простое прошедшее время или настоящее перфектное? На что он мне ответил, which is which? А какое из них какое? Он не знает названий времен, он не задумывается, но он их правильно использует. Точно так же с помощью языковых решебников мы изучаем английскую грамматику на практике. Почему я говорю, что надо все время повторять за хорошим образцом, повторять все время вслух, повторять многократно? Это не зубрежка, это тренировка, это прослушивание, аудирование и тут же, в ту же секунду повторение с тем, чтобы вы максимально могли приблизиться к хорошему образцу, начитанному носителем языка. Теперь возвращаясь к вашему вопросу, Ирина. Вы для развития чувства языка, как я рекомендовала, берете один сценарий и перед сном его повторяете. Да, несколько дней, столько, сколько вам понадобится для того, чтобы это было легко, приятно, без усилий и начинали всплывать в голове эти фразы. Это совсем другое упражнение, которое мы делаем перед сном. Когда же мы проходим в течение дня материал языкового решебника, вы берете сначала полезные выражения, фразы, которые начитаны диктором. Это один раздел. И вы этот раздел повторяете несколько раз. Сейчас вот в первой главе это всего лишь три странички, причем посмотрите, как это сделано. Странички, формат альбома, страницы небольшие, материал удобно расположен. Вы, если вы можете и слушать, и смотреть в текст, это еще замечательнее, потому что у вас подключены все органы чувств. Позанимались, сколько вам потребовалось, один день по фразам. Следующий день из этих фраз составлены мини-диалоги. Мы обыгрываем уже тот материал, который у вас на слуху, который вы уже проработали. Потом из мини-диалогов складываются более крупные сценарии. На каждую главу я рекомендую одну неделю, если вы начинающий студент. Если вы человек уже продвинутый в изучении английского языка, хорошо умеете заниматься самостоятельно. И для вас этот самоучитель еще и пособие-справочник, потому что здесь собраны сценарии, которые помогут вам решить конкретную задачу. Вам нужно заказать гостиницу, открыли сценарий, и как одна моя студентка потом написала, такое ощущение, что на том конце провода у оператора та же самая книга, открыта на той же самой странице, и мы по ролям читаем один и тот же диалог. И в чем прелесть языковых решебников в том, что это живой английский, и навыки коммуникации собраны в уже готовые сценарии. Для каждой задачи получение информации на какую-то тему, решение какой-то проблемы, заказ билетов, деловой звонок, как оставить сообщение и так далее. Все они разбиты тематически на отдельные книги в сопровождении дисков, аудио в сопровождении. Таким образом вы самостоятельно можете заниматься английским по этим самоучителям. И у меня для вас, кстати, хорошие новости. С января следующего года я открываю группу, то, что называется Study Group, группу по изучению решебников. Мы будем с вами собираться в прямом эфире раз в неделю. Раз в неделю вы будете проходить главу из решебников, я буду вам помогать и отвечать на ваши вопросы. Эта группа будет открыта для всех, кто приобретет языковые решебники. И для тех, кто это сделает сейчас, сразу по выходу этого видеоответа, и приобретет языковые решебники, полный комплект, для вас участие в этой группе будет бесплатным. Для всех остальных мы сделаем небольшой, группа будет работать столько недель, сколько у нас глав в языковых решебниках. Это получается порядка где-то 50-52 недель. Так что жду вас в этой группе, ссылка внизу, вы можете заказать комплект языковых решебников. И до встречи на следующих видеоответах и в нашей виртуальной школе свободного английского и навыков коммуникации для успеха. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!